Парку Победы в Краскове быть. Как обустроят новую зону отдыха и что станет ее главной достопримечательностью? Глава округа Владимир Волков обсудил вместе с жителями. Тему продолжит наш корреспондент. Мы собрались для того, чтобы все-таки обсудить концепцию развития парка. У нас нет территории Красковой. Вот это место было определено с жителями, ветеранами. Пришло время его просто благоустраивать. Поэтому самое время обсудить. На территории площадью 3 гектара обустроят дорожки, по периметру установят освещение, лавочки, урны и камеры видеонаблюдения. Главной достопримечательностью жители попросили сделать стелу с именами участников Великой Отечественной. Ее перенесут с развилки на пересечении Красковского шоссе и улицы Карла Маркса. Эта история с переносом памятника началась еще в 2003 году. Еще председатель Совета ветеранов Шкодин первый обратился с переносом. Потому что там, где сейчас находится памятник, уже не обеспечивала безопасность. Территория очень маленькая. И когда приходили туда люди в праздники, еще какие-то мероприятия, уже там не было возможности стоять. Уже ГИБДД, там люди стельные обочины, их обеспечили дорожную безопасность. По просьбе ветеранов и жителей поселка обновленную стелу установят в центре будущего парка. Напротив, Большого Красковского карьера. Все идеи, которые в головах есть, их надо озвучивать. Пока мы шли, как раз письмо передали наши жители по поводу инициативы тех родственников, которые ушли на войну, не вернулись. И те, которые не были вписаны на старом памятнике, также дополним. Это тоже дополним. У нас возможность такая есть. Также в парке обустроят островки, где установят военную технику. Высадят деревья и кустарники, разобьют цветники. Отдыхать можно будет в любое время года. В этом месте заложат новый парк, новый парк памяти воинов, кто погиб в Великую Отечественную войну, память афганцев, кто в Чечню прошел. И сейчас идет война. И очень здорово, что сейчас в этом месте будет парк, куда мы сможем прийти, возложить цветы, венки, помянуть наших товарищей. Пожелания жителей были учтены. Уже в следующем году на этом месте приступят к благоустройству парка Победы. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.